Вот есть выражение Бедный ребенок, тяжелое детство, деревянные игрушки, прибитые к полу Вот обычно говорили это про тех, кто вырос в советское время А вот и неправда В моем детстве игрушек было предостаточно разных и простых И заводных, и даже электронных Вот паровозик с железной дороги, с тремя вагонами В общем, нам в детстве было во что поиграть Какие игрушки поражали воображение советских детей? Это был, значит, хоккей Ну, это круче Но я был согласен на футбол Футбол у меня через несколько лет был Футбол такой, на пружу А вот это цинь, цинь Чем на самом деле девочек привлекали куклы? И мне хотелось скорее, чтобы она состарилась И чтобы мне можно было оторвать волос и залить в глаза О, Господи! За что недолюбливали игровые автоматы? Мне один раз током ударил, знаете, сильно Мы испугались просто Я после этого даже не подходила Как игрушки ставили в тупик не только детей, но и взрослых? Шкив Вот шкив, угадайте Шкив, это веревочку пробивать через шкив Ага! Итак, советские игрушки Вспомним все! В Москве открылся новый универсальный детский магазин Пойдем в него вместе с первыми покупателями В этом магазине, в самом большом детском универмаге страны Установлены эскалаторы Здесь можно купить все необходимое для юных граждан Магазин Детский мир Замечательный подарок нашим ребятам Ну, мое детство, оно прошло в Таллине Но когда приезжал с родителями в Москву Обязательно их тащил в Детский мир Ну, посмотреть на карусель, естественно же На волшебные часы, конечно же А вам что больше всего нравилось в Детском мире? Мне повезло, я родился в Крущевскую оттепель И я родился напротив Детского мира Я родился на площади Дзержинского, на Лубянке Телеведущий Борис Репетур Знаменитый бонус из некогда популярной программы Про видеоигры от Винта Еще с детства восхищался сложными игрушками Простые машинки или солдатики не увлекали В нашу дому проходила первомайская демонстрация И вот она шла, 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 шла И она вся проходила А движение еще не открывали И тогда мы с папой выходили гулять на эту площадь А напротив Детского мира стояли палатки Где продавали совершенно невероятные игрушки Не внутри, а снаружи Например, то, что я запомнил Ну, кроме солдатиков зелененьких Которых можно было рассматривать Там был матросик Которого, если вот так вот За веревочки тянуть Он взбирался наверх Я помню это Мне покупали много резиновых игрушек И настоящие пахучие резиновые игрушки Тяжеленькие они были Будущая звезда советского подиума И героиня фильма «Через терни их звездам» В детском мире выбирала не элегантных кукол А резиновые игрушки-зверушки В них было больше души Из целлюлой, да, они? Из целлюлой был тогда тонкий, гладкий А резиновые игрушки, надувные Это было еще тоже, пересыпанные тальком особенно А у меня, знаете, была такая душесчепательная история Когда маленькой девочке тоже меня привели в детский мир Посмотреть на это все И дали вот этот вот стаканчик Я, наверное, от восторга, волнения Так сжала руку, что у меня он И выскажу И вот это первое разочарование С нервами связано Главная кукла страны Мальвина, она же Татьяна Проценко Сама в куклы играть не любила А первый поход в детский мир Принес большое разочарование Правда, связано оно было, к счастью, не с игрушками А все уже как-то вот купили Вот все уже, все, выпало Ну что ж теперь И слезы сладкие эти У меня была замечательная история, связанная с мороженым Естественно, поход закончился как раз в детском мире Я москвичка, и мама у меня актриса И она меня повела в поликлинику при Большом театре А Большого театра недалеко от детского мира находится, естественно Да Вот, и я по двери стоя слышу, как доктор говорит Вы знаете, девочке надо закалять горло Надо клин клином вышибать Вот у нее ангины все время А вы давайте каждый день А это было зимой В любое время года По одному, а то и по два мороженого Любовь Руденко обожала разглядывать огромные игрушки в витринах детского мира Ну а кроме того, в любимом магазине продавали самое вкусное лекарство от ангины Когда мы вышли, я говорю Мамочка, ну в детский мир И первое, что мы сделали, это купили мороженое Поэтому у меня такие замечательные ассоциации с детским миром Я, конечно, в детский мир попал уже не в детском возрасте, лет в 15 А вот в возрасте, когда вот игрушки больше всего нужны были Я жил на севере Кемеровской области Где-то просто в какой-то пустыне снежной И там было паровозное кладбище Из игрушек у меня был какой-то свисток самодельный И вот эти огромные паровозы Вот это я помню У юмориста и телеведущего Андрея Бочарова было суровое сибирское детство Ни о каком детском мире и дорогих игрушках он и не мечтал Довольствовался палкой-копалкой и кладбищем пароводов А вот вы знали там вот в нашем прекрасном далеком, что есть такой детский мир? Нет, нет Я бы тогда был очень несчастен в детстве А так у меня было нормальное детство Там палка-ковырялка, огромные паровозы, виснюшки Есть несколько атрибутов детского мира, которые до сих пор вспоминаются с ностальгией Например, знаменитые часы солнышка Они открывали и закрывали глаза, а каждый час появлялись игрушечные животные Посмотреть на это чудо приезжали дети со всей страны А также покататься на карусели, съесть удивительно вкусное детмировское мороженое И, конечно же, купить игрушку На семи этажах были любые детские товары Сегодня некоторые из них стали экспонатами этого музея детства На момент открытия ассортимент товаров был преимущественно отечественный Здесь были продукции в основном отечественных фабрик и заводов В том числе, как правило, военных У нас, как правило, многие игрушки делались на военных заводах Тогда это было такое вот остаточное производство для мирного времени, для нужд гражданского населения Но были на прилавках игрушки и из сот стран Румынии, Чехословакии и ГДР Выбрасывали, так тогда это называлось, импорт нечасто Поэтому за ним всегда выстраивалась очередь В отдел запускали по 20-30 человек, чтобы не было толкучки Так что иногда приходилось дожидаться своей очереди целый день А вот за такими эксклюзивными наборами даже очередь выстроиться не успевала Разбирали мгновенно В магазине «Детский мир» были свои фирменные специфические подарки, да, которые делались только по его заказу Вот у нас в экспозиции находится упаковка от такого вот подарка, да, на ней написано «По заказу магазина «Детский мир»», да, и, соответственно, вот здесь изображены тоже любимые детские персонажи Да, это постоянные жители журнала «Веселые картинки», так называемые «Веселые человечки» Мечта многих девочек – немецкие куклы Кстати, наперекор всем восторженным ценителям ГДРовских кукол И у этих красоток были свои минусы Первыми их заметили работники центрального детского магазина Вот такая вот немецкая Гретхен Она сделана из резины, да, из такого особого типа резины Который очень приятен на ощупь, да, но со временем он начинает темнеть У нее начинают темнеть руки, темнеть лицо, поэтому ее нельзя хранить на свету Были свои нюансы и у советских кукол Взгляните на этот эконом-вариант Просто голова Все остальное надо было шить самостоятельно Правда, долго такие странные существа не продержались Уже в начале 60-х они исчезли с прилавков В отличие от обычных кукол А их, к радости девочек, становилось все больше Каждая девчонка, она без куклы не выходила из детского мира И каждому покупали по возможностям, по желанию, по вкусу У моих сестер тоже были куклы Да, но я с ними иногда так играл, но с другой целью Потому что я через какое-то время вынимал изнутра вот эту знаменитую печалку Или это мама Я получал, конечно, по полной программе Потому что каждую вещь берегли в доме А были у вас такие игрушки говорящие? Они еще ходили Были говорящие и моргающие Куклы говорящие и моргающие Закрывающиеся ресницы И мне хотелось скорее, чтобы она состарилась Чтобы мне можно было оторвать волос и залить в глаза О, Господи, да? С такси, тогда уже летели Вот 10 квадратов Тут же приступали к трепанации Может быть, да Я даже думала, она уже состарилась, нет? Нет, она еще новая Она еще новая А сколько обычно времени проходило после этого? День Первая, я помню, кукла у меня самая большая была Вот где-то вот как раз вот так Она даже была больше, чем я Сколько же она стоила? А я-то не знаю Мне надо родителей спросить, да Я помню цену Папа получал 200 рублей Офицер-полковник А куколка стоила 11 И еще мама думала Как скажет папа Надо маленько повоспитывать, а потом одарить И прыгать от счастья А повоспитывать это как? Ну, чтобы был ремень какой-то Нет, строгий взгляд Строгий взгляд папы Танечка Ну, вы, как бы, любовь не только всех девчонок Главная кукла И страсть мальчишек Главная кукла страны была Наша любимая Мальвина была Какие игрушки у Мальвины были наши? Вот не поверьте, не любила кукол Куклы обожали играть Нет, не любила кукол У меня была, конечно, такая германская По-моему, ГДРовская Такая красивая, почти что Барби Вот Но она стояла где-то запыленная Я очень любила маленькие какие-то миниатюрные вот игрушечки Всегда просто это было недостижимое чудо Когда приходишь куда-нибудь в гости Или там у нас И за стеклянными такими сервантными дверцами Стоят какие-то сувенирчики Там то слоник какой-то То там араб какой-то там Или индианга И вот в это поиграть бы Когда вы работали над образом Мальвины Вспоминали ли вы своих кукол Я вообще, когда в эту сказку меня пригласили Мне больше всего понравилось то, что я буду сниматься с черным пуделем Артемоном Вот это мне больше всего хотелось А там не пудель, а оказался мальчик Ну тоже хорошо Достаточно было посмотреть на себя в зеркало Да, очень хотелось Каких-то планок там пробегал Уже самоку Нет, только мальчик Это было разочарование, конечно, колоссальное Пишите А роза упала на лапу Азора А потом прочтите эту волшебную фразу наоборот Написали? О, какой он! Что вы делаете? А вот такой, ребят Придется мне вас наказать Артемон! Артемон! Отведи Буратино все на чулан! Прошу вас Пожалуйста Нам не ставили задачу играть куклу Нет Режиссер Леон Коксеевич, старственный небесный Тоже такой замечательный сказочник Он же ведь говорил, что вы дети Вот вы дети Ты Буратино ребенок, ты там Пьеро А ты Мальвина Вот какая ты Мальвина Ну вот такая, немножечко такая занудная Но так вообще тебе нравится, что к тебе все так относятся Тебя не любят У меня такое было ощущение, что я как фарфоровая вот такой вот Вазочка такая фарфоровая Меня вот можно разбить Я вспоминаю, что вот эти вот глаза Вот это как вот у этих кукол Которые, да Поднимаются и опускаются И у кукол вот нашего детства, не знаю, как сейчас Были очень длинные ресницы И когда глаза закрывались, сразу эти ресницы как опахало повисали А потом глаза открывались И вот я помню ощущение вот от вас, да В роли Мальвина Значит, а что ты смогла? Да, что вот это вот было, думаю, вот этот взмах ресниц Огромных А мне их приклеивали, грубые А ресницы, да, приклеивали Да, приклеивали Потом меня уже стали задаривать вот этими куклами Которые, я говорю, я не любила их Ну, подарят Дарили все время Мальвин Ну, представляете, ну это вообще шок Мальвинки появились на прилавках магазина в конце 70-х После выхода картины «Приключения Буратино» А это ее предшественницы Скромные, идеологически выдержанные Сегодня они хранятся в музее игрушек в Сергиевом Посаде А тогда они стройными рядами занимали полки в детских магазинах Вот такие игрушки мы называем социальные и профессиональные типажи Они отражали будни нового советского государства И готовили ребенка в будущей взрослой жизни В которой он должен уважать людей труда, рабочие профессии и так далее Рабочие колхозники-моряки В такие куклы играли дети страны советов в 30-е годы Но власти решили, этого мало И открыли в Сергиевом Посаде совершенно уникальный Единственный в мире научно-экспериментальный институт игрушки В этом здании на протяжении 60 лет художники, технологи, дизайнеры, конструкторы и даже модельеры Самый настоящий из общесоюзного дома моделей придумывали развлечения для советской детворы Лидия Ивановна 20 лет занималась куклами Вспоминает, даже к макетам игрушек всегда относились очень серьезно Все доводили до идеального состояния Проверяли пальчики, толщину, чтобы все это было одинаково Визуально, а потом что-то, если казалось, то мы проверяли С измерителем работали Здесь тоже лицо и все остальное с измерителем На создание одного образца уходило от недели до месяца Дальше гипсовую куколку надо было утвердить на художественном совете НИИ А после отправляли в Министерство культуры за окончательным вердиктом Принимались далеко не все образцы Под запретом были куклы с широкой улыбкой и ямочками на щеках Штамповать их массово было невозможно Ямочки растекались А под раскраску зубов нужен был отдельный штат мастеров Это дорого и сложно Ведь даже создание румянца требовало отдельных усилий Чтобы расписать, обжигали сначала полиэтилен Вот щеки нанести румянец Так он не будет держаться А вот его обжигали, он пористый чуть-чуть, там незаметно И после этого пульфоном на фабрик наносился румянец Розовощекие пышные малышки – советский тренд Однако в 60-х один из художников НИИ игрушки, Александр Орлов Решил кардинально изменить советскую куклу Это вот такой классический пример нового веяния в советской игрушке Когда уходит от стандартного красивого образа толстощекого ребенка С толстыми щеками, с красным галстуком И вот появляется вот такая хрупкая, почти невесомая девочка Такая девочка худсовету не приглянулась и в производство не пошла А вот этих красоток штамповали тысячами Тем более, что в 70-х появилось иностранное оборудование и пресс-формы Отливать по ним кукол было куда быстрее и дешевле, чем создавать новую игрушку А вот еще у наших девочек было такое увлечение бумажные куклы Вот они у вас на столе Играли вы в такие игрушки или нет? А журнал «Работница» выпускал на последней странице вот такие куколки Это было, да? Что вот в журнале «Крестьянка» с такими большими головами Да Они были разные, кстати Такое ощущение, что были естественные пропорции Были, были, да, мама мне себя вырезала элегантно Это оригинал, между прочим А ты уже одела это все? Конечно Там самое главное было успеть вырезать все аккуратненько Вот это от руки нарисованные, вот это тоже я тоже очень любила от руки рисовать Да, да Да, карандашик А я еще к ныне такая была Да, то есть форма Олимпиады 80 Символика Олимпиады 80 И вот можно было, одна кукла пришла в гости к другой Привет, как дела? Здравствуйте, хорошо Мы с тобой сегодня что будем играть? Доктором? Я выступаю сегодня на сцене Или будем курички лепить? А я выступаю в ежурско-зародном костюм А я вот смотри, тебе испекла вот сколько вкусных пирожков Угощайся, дорогая Спасибо, дорогая Да Ну, в общем, вы продолжайте, а мы тут поиграем У мальчишек были другие приоритеты Машинки, заводные игрушки Да, что еще? Солдатики Какие самые сложные игрушки были? Я помню, была деревянная лошадка, у которой в спине было кольцо Да Его можно было потянуть, и тогда она делала туда, назад Мечта посидеть на лошадке в гостях, это было событие У меня был гироскопический самолет, который я выпросил И который через некоторое время мои совсем небогатые родители все-таки мне купили Потому что я очень плакал Вот, но я поиграл в него два дня и забросил Потому что, собственно, в нем ничего не было, кроме того, что он вращался по кругу и ревел И к этому достаточно было, можно было быстро привыкнуть Как надоел, он был разобран на запчасти Нет, но я перей... Гироскоп не разбирается Ну, там, собственно, не было поля для фантазии Кстати, я разобрал гироскоп, я вспомнил Потом я его собрать не смог Гироскоп? Гироскоп, да Я помню, у меня был какой-то летающий самолет, вот Боря мне напомнил Он был на резинках, надо было... Венгерка это называлось Венгерка Венгерка? Резинка Венгерка Там дефицит был ужасный Из трусов вытаскивали Это была игрушка всего два раза Неуправляемый, непредсказуемый У мальчиков и девочек совсем разные игрушки Вот это мы крутили, а человек 10 кричат Хватит, хватит крути Можно было перекрутить, и он рвался Может, помните, такая была... Такой был круг с рулем И там машинка Да И вроде бы, как бы, вот какие-то гонки На самом деле, это такая фигня Такая... Потому что... Но мечтали же ведь об этом Я мечтал, мне казалось, что все Вот если мне такое подарят Я буду просто целыми днями сидеть и гонять А там оказалось, что просто вот этот круг крутится Машинка на месте И ты на нее смотришь, круг крутится Руль Ничего, собственно, особенно не рулит Батарейки кончаются быстро То есть, когда пришел опыт Вообще Наступило разочарование Вы разгадали? Стоило каких-то диких денег Это было дорого Это было, значит, хоккей Ну, это круче Но я был согласен на футбол Футбол у меня через несколько лет был Футбол такой, напружил Да, он такой, абсолютно бессмысленный, значит, футбол Потому что... Сейчас начинаем разделение мальчиковых игр, девочек, так слушай Железный шарик улетал всегда гораздо дальше, чем он должен улетать А можно было гнуть вот этих футболистов, и они иногда траекторию меняли Это само собой, а как иначе, в этом и смысл был Гнёши... И гнёши сгибали у хоккеистов эти, чтобы бросок такой получился Но это уже в хоккее Это было мало доступно, конечно Хоккей и футбол – это вам не какие-то безликие пупсы Они сложнее и интереснее А заводные игрушки тем более До конца 50-х годов их было мало Вот эта немецкая обезьянка – настоящая реликвия в коллекции главного хранителя советских игрушек Сергея Романова Вот эту игрушку купили мои тёти, мамина младшая сестра, на 1554-го года И вот как раз такие вещи вызывали особый интерес, потому что до этого они у нас не продавались В магазинах такие механические игрушки появились перед фестивалем молодёжи в 57-м году Внутри – обычная пружинка Раскручиваясь, она заставляла игрушку двигаться Но ломался механизм быстро – чуть-чуть не рассчитал, перекрутил и пружина рвалась А вот сломать такого латвийского повара было куда сложнее Принцип работы другой В Латвии был такой завод «Страума», который по японской технологии выпустил, например, такого повара Который работал от плоской квадратной батарейки Он наливал, собственно, масло на сковородку И за счёт того, что там внутри ещё шарнир металлический под вот этой резиновой маской Ощущение, что он нюхает вот эти вот ароматы, приготовляемые пищей Стоил такой прибалтийский повар почти 13 рублей Поэтому купить его могли далеко не все От квадратной батарейки работали и советские луноходы, и планетоходы В середине 60-х космические машины разъехались почти по всем квартирам страны Это ленинградский завод, который выпускал вообще игрушки Многие механические, в том числе и жестяные И вот они выпускали вот такой вот вариант планетохода гусеничного на пульт управления То есть это игрушка, которая была придумана в 1962-64 годах Игрушку выпускали в Ленинграде до середины 70-х годов Долгая штамповка одинаковых моделей, это было очень по-советски Если что-то запускали в производство, то сразу лет на 10 И касалось это не только сложных механических или электронных игрушек Что завораживает вот в этой игрушке? Вроде бы простейший, да? Ну, завораживает то, что из каких-то вот простых, казалось бы, несложных вещей гнутых Можно сделать там автомобиль, кран, танк Ну, на самом деле, мне ни разу, если честно, не удавалось Пластмассовый еще, помните, был такой? Да, большие тоже такие И с пластмассовыми этими винтиками, шпунтиками, винтами, да У меня был такого типа, только с черными деталями Огромный, не был, а есть Он до сих пор у меня есть И я играл в него очень долго, он невероятный Вот такого вот размера Ну, почему вот играл в него? Ну, вот есть набор каких-то деталей Да, толковых Каких-то завораживающих деталей Завораживающих винтиков Завораживающих И можно, и там есть книжечка, я же И от простых моделей к сложным Попробуй собрать простую А мы же, когда маленькие, там же еще надо как-то держать И куда-то вот так подлезть И тут оно, и так мизинчиком, значит, вот эту гаечку А оно вылетает, оно слетает, ну, наконец-то удается Потом сложнее, сложнее, сложнее И однажды я исполнил свою мечту Я собрал башенный кран Причем он был не просто вот такой вот от земли А я его, как было, был в книжечке А я его сделал выше на целых Несколько швеллеров И вот там была веревочка И можно было поднимать грузики И их переносить И солдатики у меня дежурили у этого крана И работали на этом кране И это был целый мир Он очень долго у меня стоял не разобранный Я не решался его разобрать Есть прям Вот все детали перечислены Швеллер пять штук Я помню название Там швеллер, уголок Швеллер, это что? Название этого сова Швеллер, по-моему, вот это швеллер Нет Шкив Вот шкив Шкив, это веревочку продевать через шкив А, Андрей Я что попрошу? Нам уже целую машинку собрать Дайте Боря что-нибудь сделаю Это примитивный Как примитивный? А что такое швеллер? Давайте посоревнуемся Бывали такие счастливые пацаны или девчонки У которых появлялись железные дороги Я слышал, что когда такое происходило То в этой квартире собирались все И взрослые И взрослые Квартира малогабаритная Дорога занимала практически всю свободную площадь Было такое? Конечно, а как же? У кого была железная дорога? У меня была Мама работала, актриса Дина Солдатова Работала в гастролевом театре комедии Они ездили на гастроли без конца И возили всех детей с собой Все актеры И поэтому у нас был такой Как бы детский уголок И поэтому У кого какие игрушки были То и привозили с собой на гастроли И поэтому, естественно Железная дорога у кого-то была из мальчиков И мы, девочки, с не меньшим интересом играли Потому что нам все время хотелось На эти вот вагончики Посадить куколок И мы пытались туда вовнутрь засунуть Маленьких вот этих тип Типа маленьких солдатиков Каких-нибудь вот таких вот Мелкие куколки Хотели засунуть в вагончики Потому что мы не понимали Как это вагончик без людей У меня был тупик Где стояло 60 паровозов Паровозное депо было Да, любая В общем, какое-то время я удивлялся Какие железные дороги? Чего люди? С ума сходят, да? Да, по железной Они, конечно, были законсервированы Но доступ был во все эти Вот где там уголь кидают То есть можно было открыть На манометр посмотреть Красота То есть вот представить себя Что я веду этот паровоз Было очень легко Еще раз Вот просто встать Дует ветер со снегом И ты просто понимаешь Что ты мчишься И счастье И когда меня спрашивали Кем ты хочешь стать маленького Я хотел стать продавцом мороженого И машинистом паровоза Игрушечная железная дорога Мечта советского ребенка Но детская радость Стоила взрослых денег Например, дорога пионерская Обходилась в 36 рублей Треть зарплаты рядового советского человека Она была зрелищна потому как Когда проезжал поезд Шлагбаум закрывался Стрелочник, как кукушка из часов Появлялся Приподнимал руку с фонариком Флажком махал И станция звенела Когда поезд прибывал И горел свет в кассах И на перроне Но вот нюанс Чтобы в окошках кассы горел свет А поезда двигались Из пункта А в пункт Б Дорогу нужно правильно собрать Куча проводов и схем прилагалась Однако даже опытные технари Ломали головы А вот запустить ГДРовскую дорогу Под названием Пико Было легче Но проблема в цене Игрушка продавалась по частям Локомотив от 3 до 25 рублей Каждый вагончик минимум трешка Стрелки по пятерке Опять же не по советскому карману Но все это не мешало мечтать О заветной игрушке Впрочем были и вполне доступные развлечения Мы не только роботами управляли Но еще и играли в морской бой Не только на бумаге У нас были такие Как сейчас называют Гаджеты Такие огромные ящики Игровые автоматы Они стояли Как правило в кинотеатрах И там морской бой Какие-то гонки Помните, да, что это за игры Играли в такие игры За денежки это уже надо было играть Не только в кинотеатрах Еще в парке в Измайловском, я помню В парках еще это было Меня очень привлекало Вот это вот торпедные Вот эти вот торпедные Но когда я понял, что как в этой гонке О которой вы говорили Когда я понял, что достаточно просто ждать Ничего не двигать Этим перископом А просто в определенный момент нажать И они сойдут 15 копеек все равно кидать приходилось Я потерял интерес 15 копеек стоят эти автоматы Борис, скажите А как вам сразу так удалось понять Что бесполезно ловить Вот этот вот движущийся катер, корабль На третий-четвертый раз То есть 45 копеек Цена вопроса Пол рубля, да Дело в том, что мы не ходили Целенаправленно играть в автоматы Потому что мы приходили в кино А перед сеансом можно было разочек Значит, жаба душила, конечно Но, понимаешь, кино А мне один раз током ударил, знаете Сильно тоже отводил А вот не знаю, почему Когда ты стреляешь Да, вдруг Реально меня стреляло Подруга была рядом Мы испугались просто Я после этого даже не подходила А вот эти автоматы Их можно было как-нибудь обмануть? Мне один раз это удалось В Измиловском парке Никого не было Там был зал игровых автоматов Там надо было вот так оттягивать рычаг Он ударял по шарику И шарик там что-то такое Звенел, да Звенел и как-то это Вот И никого не было И обследовав этот ящик Я был со своим приятелем Я нашел сзади рычажок За передней Где его можно было нажать Вот А потом встряхнуть ее И выкатывали шарики Один раз мне это удалось Впрочем, нас забрали в милицию И вот я хотел сказать Подсудное дело Что тогда уже Видеодаблюдение в зале было Это тот один из немногих разов И что сделали? Когда меня забрали в милицию Спросили адрес и телефон Мой товарищ Мой товарищ назвал девятизначный И нас выгнали А вот интересно было посмотреть Что там внутри Конечно Особенно интересно было посмотреть Вот где все эти пятнашки Лежат Узнать, что за секреты Хранят игровые автоматы Наверняка хотел каждый ребенок Разбирать монетоприемник мы не будем Там все просто А вот как устроен морской бой Действительно интересно Это первый игровой автомат Выпущенный в Союзе Но прототип был создан в Японии Оказывается и тут никаких сложностей На дне железной коробки Обычная велосипедная цепь На ней кораблики Мотор работает Цепь крутится Эсминцы плывут Но как мы видим морские суда в перископ? Они отражаются в зеркале Которое закреплено наверху Под углом в 45 градусов То есть мы наблюдаем Лишь за отражением боевых действий И это не единственный секрет автомата Движение торпеды Вот это вот Кажущийся полет ракеты Это переключение лампочек Они переключаются друг за другом И создают движение Всего есть 8 траекторий полета Это траектории полета Огромное количество лампочек Они друг за другом переключаются Создают вот этот вот эффект Передвижение торпеды Но и это не все Советские читеры Проще говоря мухлевщики Знали еще один секрет Если запустить торпеду В момент, когда корабль Только-только выходит из-за укрытия Гарантия попадания 100% А вот обмануть автомат Репка просто невозможно Может быть потому, что он Очень советский Аналогов в мире нет Аппарат на измерение вашей силы Делается это очень просто Встаете, упираетесь ногой И тянете Есть миф, да История о том, что Нужно взять вот эту Ботву от репки По правильной траектории потянуть Если вы найдете нужную траекторию Потянете То вы сразу вытянете Максимальное количество килограмм Мы такой траектории не нашли Автомат-дуплет, срисованный с американца Обмануть нетрудно Он сам обманываться рад Как действует этот автомат? У вас есть ружье Вам надо стрелять По животным, которые бегают по полю Внутри рула Находится светоприемный механизм И когда достаточное количество света Попадает в дуло Защита высочков Реагирует игра не только На бегущих зайчиков И летящих куропаток на табло Ей по вкусу все источники света Так что если над головой лампа Надо стрелять Дуплет засчитает попадание Правда особого смысла Дурить советские автоматы не было Подарков они не выдавали Максимум призовая игра Но 10 лишних выстрелов Особой радости не приносили Эти советские автоматы Игровые, морской бой, гонки Они не очень к сердцу Не очень полюбились Так вот сказать Но появились вот такие вот консоли Которые лежат напротив Бориса Это ловить яйца Это опять же гонки Это тетрис Которые были У кого были такие игры? Да, конечно Борис, сколько вам Я же говорю, сразу вспомнил название Ну погоди Это действительно было таким новым Можем жителям Когда появились такие игры Ну, с детства можно сказать Это уже старшая класса Вот это я точно разбирала сама Вот это я разбирала сама Вот это я разбирала Маленьким винтиком Я думаю Лебочка, расскажи, что ты разбирала А разве это не в 80-м год? А мы не в 80-м это все Ну где-то уж Мне так грезится, что где-то после школы Вот в 70-м Вот помните электронные часы появились? Это уже позже, позже, позже Нет, вот это позже появилось Потому что это сложнее, по большому счету Ну погоди Я играла индивидуально Потому что мне очень хотелось достичь какого-то успеха И вот потом поделиться Да, поделиться своими успехами с товарищами Но так как я училась в спецфранцузской школе У нас помимо русских предметов еще было 6 на французском языке И практически свободного времени уже не оставалось Поэтому играла я в основном ночью в темноте И под одеялом с фонариком Когда уже уроки сделаны И когда уже как бы загнали спать И вот в эти вот ну погодишки У меня практически все время кончались батарейки Была такая легенда, что если набрать определенное количество очков То покажут мультфильм Это вранье Вранье Который ловит... Ну это конечно безумие Монтипайта у нас какой-то был Почему волк? Почему с корзиной? Почему яйца он ловит? Волк за зайцем бегал у меня Ну погоди Заяц бросал яйца А волк должен ловить корзинкой Я помню Очень хорошо Мне очень нравится подставочка Ну да, в чем логика? Почему он ловит зайца? Почему он ловит яйца? Зачем волку яйца? А скажите, ну вот кто-нибудь действительно так часами просижил за такими микрами? Ну можно было ловить А вот вы любили вот такие вот электронные? Там мне показали вот на знакоместном экране Какие-то люди в Клинганов играли То есть какие-то эти... Космический бой Это что такое? Космический бой Клинганы Кого-то короче там стреляли Клинганы Неужели непонятно? Это компьютерный уже? Это уже да Ну это самый примитивный Знакоместный был монитор Где не пиксельный А где вот знак На нем Место, а на нем какой-то знак может быть То есть там стрелочка, скобка Там или буковка какая-то Были еще такие игрушки развивающие Где можно было собрать Какой-нибудь сложный механизм Дверной замок Дверной звонок, опять же Который можно было использовать в быту Это такой юный техник Не конструктор, а техник Понимаете? Это две разные вещи Да? Борис, Андрей Вот у меня точно был Мне подарили Вот я имею в виду Там были какие-то проводочки Были какие-то засчетки Звонок была Замкнуть цепь И получить правильный ответ Я же сказал Звонок и замок Радиоприемник Можно было собрать Из этого Да, маленький радиоприемник Точно я с дедушкой собирала Радио Радиозвонок-усилитель С одной стороны Совсем не игрушки С другой Выполняют главную цель Развивают ребенка Собери своими руками Любимое развлечение Советских детей Кружки радиолюбителей Юных техников Моделирование Были самыми популярными А дома Вот такой набор Евгений Суховеров Тоже ходил в радиокружок А сегодня Водят экскурсии По личному музею радиотехники Времен своего детства Вот интересный набор Где можно Сделать приемник Где есть уже корпус То есть вот отдельно корпус Отдельно платы Отдельно детали Вот такие детали Сначала устанавливаются Согласно схеме На плату Появятся Настраиваются А потом вставляются В корпус Вот посмотрите Какой замечательный Приемник мог получиться Из рук ребенка Были еще наборы Юный химик Физик И не только При желании Можно было докупить Недостающие детали И создать что-то свое А вот такую Всеми любимую игрушку Электроник Вы ее помните По понятным причинам Сами не собирали Консоли делались На заводах Причем на тех же Где создавались Сложные приборы Для космической И военной отраслей Во всех этих игрушках Ну примерно Их было около 10 В то время Уже применялись Специальные чипы Микросхемы Такие вот Маленькие процессоры Которые Ставились В различные игрушки И эти микропроцессоры Они Как бы Каждый микропроцессор Был настроен На особый вид Игрушки Но первыми Такие игрушки Придумали Японцы А всем нам Хорошо известный Ну погоди И веселый повар Это наши клоны Появились они В 1984 году В это же время В СССР Появилось Исключительно Советское Изобретение Тетрис Именно из Союза Он разошелся По всему миру Играли в Тетрис Не только на консолях Но уже и на компьютерах До начала эры Массового увлечения Компьютерными играми Оставалось Совсем немного времени И вот еще одно чудо О котором В 80-х мечтал Каждый ребенок Кубик Рубика Так он назывался Я больше двух сторон Собрать не мог Когда вот это появилось Я уже точно ребенком не был Я тоже Как вы при этом Могли быть ребенком А кто был ребенком Когда Вот Вот наконец Да что делаешь Чем занималась Мальмина Кубик Рубика собирала Вот у нас и общие игры появились Кубик Рубик Не помню сколько мне было лет Но это у нас было Школьное увлечение И были какие-то даже Соревнования На скорость сборки Значит Мы выписывали Такой журнал был Наука и жизнь Вот И там были напечатаны Алгоритмы сбора Значит Их они изучались Вот я сейчас Вот мне дайте Я ничего не помню Вообще То есть у меня есть дома Кубик Рубика Мы пытаемся что-то собрать Вот Кому-нибудь удавалось собрать Нет В те времена Естественно Очень быстро И легко Мало того Для того что он Хорошо ходил Не заедал Нужно было Как-то определенным образом Его разломить слегка Подразломить Вот так вот Или вот так Нет-нет-нет Грифель Натачивался Значит С обыкновенного карандаша Вот И когда ты его слегка Так разломишь Туда засыпаешь грифель И он просто Вы знаете Со молниеносной скоростью Летал Там же на скорость сборки Это нам нужно было Так что Я решил Были очень дорогие Оригинальные венгерские Они хорошо А потом Почему Какой-то Вот их покупали Кстати В детском мире Советский Какой-то Завод подхватил И начал делать И вот они Там уже и разваливались Наверное у меня было Они совсем не разваливались Они слегка Приоткрывали Своё нутро Вот то самое Куда можно было Вот на ваш взгляд Вот игрушки Нашего детства Они интереснее Современных игрушек Или нет Или наоборот Ух Непростой вопрос Или это просто Наше субъективное восприятие Ну Однозначное Во-первых это наше детство Это Это ностальгия По беззаботной жизни Это я думаю У каждого поколения Есть такое Игрушки в детстве Они всегда кажутся Интереснее Они всегда кажутся Таинственнее Необычнее Более необычные Чем то что сегодня Потому что сегодня Ты смотришь на любую игрушку И тебе кажется Ну так просто С этим разобраться Как 2х24 Что уже взрослый Поэтому мне кажется В любом поколении Игрушки детства Это всегда Такой флёр Чего-то нового Когда ты Познаёшь жизнь Вот я смотрю на Мишка И говорю Маленький Сегодня мы пойдём в гости И мы ходили в гости С любимыми игрушками Это была забота о ком-то Она воспитывала в нас Сердечность Ответственность Я чтобы соригинальничать Скажу что Отвратительные В нашем детстве Игрушки были И сейчас ещё хуже Представляете сколько Вот этого Бедные дети съели Сейчас хоть какой-то Ну да Это вот Попадает в рот И там глотают Я помню У меня есть несколько шрамов Прямо такие Которые на всю жизнь Достались Это вот такой был Самосвал Из жести Сделан Там На каких-то колёсах Что-то он там Поднимался Из жести И я как-то упал на него И пропорол себе Вот сзади ногу Просто вот этим углом Этой жести Довольно глубоко Глубоко То что сейчас дети Вот эта доступность Игрушек Ну она тоже пугает Спасибо большое вам Она вот Я так понимаю Что у нас было Прекрасное детство Прекрасны были игрушки Кто сомневается в этом Может посмотреть Наши передачи И убедиться Что это было Действительно так Спасибо что пришли Я уверен что мы Не раз встретимся Чтобы вспомнить Всё Субтитры сделал DimaTorzok